Южный циклон терзал столичный регион несколько дней. В итоге коммунальщики порой просто не успевают очищать дороги от снега. К сожалению, и в Реутове встречаются такие снежные места, в частности, дорога около седьмой школы. Проблема в том, что местная управляющая компания и дорожники не могут определиться, кто должен проводить уборку. Когда же все-таки очистят спорную территорию, разбиралась Ксения Казакова. Снег уже должен быть убран, сформирован в куче под вывоз. На улице Советской все как в песне. Придет красивая метель и занесет дорогу к дому. Расчищать эту улицу в Реутове не принято. Каждый год здесь одна и та же проблема. После снегопада коммунальщики забывают чистить проезжую часть и тротуары. Сотрудники Госадмотехнадзора говорят, у коммунальщиков есть три дня с момента окончания снегопада, чтобы расчистить дорогу. Предупреждать больше не будут, грозят нарушителям штрафами. Это не первая жалоба по данной улице, поэтому, конечно же, здесь будут штрафные санкции. Штрафные санкции здесь от 15 до 70 тысяч на юридическое лицо. С расчисткой дороги на Советской обещают разобраться в ближайшее время. В выходные просто не успели. Убрать снег должен Реут Автодор. Именно в их ведении находится проезжая часть. Сегодня мы просим силы для того, чтобы водить в том числе улицу Советскую, одну и вторую, одну дорогу от башни до Советской Третьей школы. Реут Автодор не единственное, кто не вспомнил об этой улице. Управляющая компания забыла почистить тротуары. Снегом засыпано все вокруг. Во дворе этого дома детская поликлиника. Пройти в этом месте обычному человеку довольно проблематично. Тротуары заставлены, дорога не чищена. А что говорить о мамах с колясками, вообще вопрос риторический. Такому виду транспорта здесь проезд запрещен. Я гуляю вот так, возле дома. Невозможно ездить. У меня еще коляска трехколесная. И приходится за дом все время ездить. Напряженные дни и ночи для риотовских коммунальщиков продолжатся уже завтра. Синоптики обещают, возвращение снежного фронта будет утром во вторник. Ксения Казакова, Артем Мудников для РТВ.